По состоянию на этот день в Беларуси проведено почти 72 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили в Минздраве. Для тестирования задействованы 17 лабораторий. Зарегистрировано 3281 человек с наличием коронавируса, из них госпитализированы 2444. Остальные лечатся амбулаторно, потому что заболевание протекает в легкой форме. 57 пациентов нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ. Умерли 33 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Между тем число случаев заражения COVID-19 в последние дни в Беларуси находится на одном уровне, подчеркнули в ведомстве. В настоящее время в течение последних нескольких дней у нас ежедневно регистрируется приблизительно одинаковое число случаев, порядка где-то 340-360 случаев в сутки. Мы ожидаем, что еще такая у нас ситуация продлится около 2-3 недель. Мы принимаем все меры для того, чтобы не допустить стремительного лавинообразного роста. И все-таки вот этот период подъема COVID-инфекции пройти полога. Специалисты расставили все точки над ИВЛ наиболее актуальных вопросах во время специального стрима. Есть данные, что в страну для лечения коронавирусной инфекцией поступит препарат АВЕГАН. Его закупят за счет спонсорских средств и будут использовать в стационарных условиях. Мы ожидаем в ближайшее время поступления данного препарата. Он будет пропорционально количеству наших пациентов, распределен под всех нуждающихся во все стационарные учреждения нашей страны. Сегодняшняя трансляция получилась тематической. Много вопросов о беременных и детях. Женские консультации работают, но без надобности надо ограничить их посещение. Также врачи рекомендуют мамам с COVID-19 не отказываться от грудного вскармливания. Нет данных о передаче вируса с посредством молока. На вопрос о домашних родах специалисты отметили, что это огромный риск и для женщины, и для плода. Услуги по индивидуальному ведению родов оказываются как и прежде, а вот партнерские роды пока ограничены. Что касается подготовки будущих мам и пап к родам, сделать это они могут онлайн.